МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семец щеголял в парке, в комбинезоне гонял голубей. Плащ использовал редко. Дождь, как правило, сидел дома. А вот новенький зеленый свитер надеть так и не успел. Ему было 6,5 лет. Вот это вот моя боль. Сердце четвероногого любимца остановилось в Александровском саду. Эрик, так звали Барабансона, выбежал из кустов и рухнул на землю. В этот же месяц волна внезапных собачьих смертей прокатилась по городу. Михаил Виноградов тоже потерял питомца. Написал заявление в полицию и сделал медицинскую экспертизу. Оказалось, животное отравили. Для меня было шоком. Это соли синильной кислоты, а не же цианида. Химическое соединение, мощный и быстродействующий яд, опасен как для животных, так и для людей. Как только попадает в организм, возникает головная боль, одышка, покраснение слизистых. Далее наступают удушья, судороги и паралич. Минимальная смертельная доза цианида для человека составляет меньше 1 миллиграмма отравы на килограмм веса. То есть для 4-летнего ребенка, который весит в среднем 20 килограммов, достаточно всего 20 миллиграммов отравы. Малыш не проживет и 5 минут. Взрослый человек в зависимости от иммунитета или собственного веса погибнет либо на месте, либо по пути в больницу. Синильную кислоту в Первую мировую против врагов использовала французская армия. Это же вещество применяли фашисты в концлагерях. Американцы травили цианидом население Вьетнама. Данное вещество поражает практически все ткани и органы организма. Это является тканевым ядом. Оно блокирует тканевые рецепторы и нарушается тканевое дыхание клетки. Бюро судебно-медицинской экспертизы о том, что собаки погибли от отравления производными синильной кислоты, сообщили в правоохранительные органы и комитет по здравоохранению. Депутаты ЗАГСа отправили два письма губернатору Петербурга. Администрация города продолжает относиться к этому безразлично. Ведь что нужно сделать? Если будет 2-3 прецедента, когда будут наказаны те, кто этим занимается, все, больше ничего не надо. Другие будут бояться это делать, будут думать. А пока они находятся безнаказанными, пока они являются безнаказанными, все продолжается. Снег едим, это мы хорошие. После гибели Эрика Ольга Мурашко завела новую собаку. Сейчас щенок делает свои первые несмелые шаги по улице. Женщина крепко держит поводок и следит, чтобы пес ничего не съел. Она одна из 10 тысяч петербуржцев, подписавшихся под обращением к губернатору с просьбой остановить живодеров и травителей. Письмо уже отправили адресату. Ответы не ждут, ждут действий. Ольга Скрипкина, Ксения Иванова, Ирина Луимина, Сергей Смирнов, Игорь Шарунов. Новости Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова